В библиотеке имени Пушкина губернатор Колымы Сергей Носов вручил награды лучшим преподавателям региона. На этой встрече колымские учителя рассказали Сергею Носову и министру образования Магаданской области Анжеле Шурхно о волнующих педагогах в проблемах. Также они внесли предложение по развитию и улучшению качества образования в регионе. Сергей Носов отметил ценность учительского труда. По его словам, педагоги выполняют не только образовательную функцию, а еще и воспитательную. Кроме того, губернатор заверил участников встречи, что выделенного в этом году бюджетного финансирования, а это около 8,5 миллиардов рублей, хватит, чтобы решить как озвученные на встрече просьбы учителей, так и запланированные ранее работы по капитальному ремонту школ и их техническому переоснащению. Глава области поддержал идею поездок для учащихся в другие города на экскурсии и мероприятия. При выезде на отдых за территорию Магаданской области или даже сейчас на территории Магаданской области дети не должны ощущать зависимость от материального благополучия родителей. Прошедший год стал новой ступенью в сфере образования, заявляют учителя. Способствовали этому режим дистанционного обучения и активная инновационная работа педагогов. Константин Зеленский, преподаватель истории, получил звание учитель года 2020. Подробнее об этом рассказала Виктория Каранова, которая представляла Магадан в составе членов жюри данного конкурса. Магадан – это не просто был бренд этого фестиваля педагогического мастерства, а Магадане говорили все. Я обращу ваше внимание, уважаемые коллеги, что Константин не просто стал в 15 лучших учителей, он еще привез специальный приз, номинацию. И это приз, который дают за гражданскую позицию учителя, за его личностные качества. По словам Виктории, Константин Зеленский рассказал о городе так, что участники из других субъектов захотели побывать на Колыме. Сам же призер поделился своими впечатлениями о проведенной встрече. Во-первых, я был очень обрадован тем, что узнал новость об увеличении бюджета, выделяемое на образование. И, безусловно, мне приятно, что губернатор Сергей Константинович, он слышал все наши предложения. И все предложения, которые сегодня были озвучены, они были поддержаны. Приложения связаны и в области образования, и в области воспитания, и в области кадровой политики. Поэтому самое приятное, что люди, которые принимают сегодня решения, понимают наши чаяния и готовы в ближайшее время, буквально 2-3-5 лет, работать над стратегическими проектами. Для нас, это, конечно, для учителей, как бальзам на душу. Для Константина Зеленского важно, чтобы его ученики на выпускных экзаменах показали достойный результат. Он планирует и дальше развивать свои творческие проекты. Проект обновления лыжного стадиона в Магадане разрабатывается по инициативе губернатора Колымы. Эта тренировочная площадка находится в районе Черемушек на Снежной долине. Представители власти отметили, что предпроектная работа по развитию лыжного стадиона ведется уже полным ходом. Компания «Магнум», которая сегодня строит президентский дворец спорта, она работает очень плотно с федерацией лыжных гонок Российской Федерации. Благо, что спортивными объектами в федерации занимается наш магаданец Игорь Беломестнов, который надиктовал тех заданий и сказал, какие объекты и в каком объеме должны быть для того, чтобы проводить соревнования, по крайней мере, всероссийского уровня. По цене спортивного объекта говорить еще преждевременно. Проект стадиона только планируется. Сейчас работа строится на этапе выполнения заданий предпроектных решений. Свой вклад в развитие лыжного спорта внесла и «Магадан-электросеть». Она проложила новую электрическую сеть вдоль спортивной трассы. Это позволит комфортно работать как на период стройки, так и в дальнейшем в эксплуатации этих комплексов. Я знаю, что лыжня на Гороховом поле плохая. Особенно после всех этих ветров снега практически на лыжне нет. И я считаю, для того, чтобы вырастить хороших спортсменов, нужно, конечно, тренироваться там, где тренировалась Елена Валерьевна Вяльбе. Это на Черемушках в районе Снежной долины. Эта лыжная трасса сертифицированная, и на ней всегда достаточно снега. Для спортсменов должны быть созданы все условия, чтобы они тренировались именно в районе Снежной долины. Только в этом случае они смогут соответствовать уровню спортсменов, которые представляют сборную Российской Федерации, отметил глава областного центра. Заинтересованное взаимодействие собственников, управляющей компанией и подрядчика – залог проведения своевременного ремонта в многоквартирных домах. Вечерний Магадан разбирался в этом вопросе. По улице Якутской в доме номер 5, по итогам собрания собственников квартир, было принято решение о необходимости проведения косметического ремонта. Максим Малахов, генеральный директор управляющей компании «Жилсервис», отметил важность активного участия жильцов многоквартирных домов в собрании собственников. С помощью таких собраний выясняется большинство проблем, а также происходит рассмотрение предложений от управляющей компании. У каждого здания существует лицевой счет, на котором накапливаются ежемесячные отчисления жильцов. Именно на эти средства и производятся ремонтные работы. В первую очередь, внимание уделяют не столько эстетическому виду, сколько безопасности и функционированию основных коммунальных систем. В случае с этим домом предварительно уже были выполнены работы по замене узлов и элементов водоснабжения и водоотведения. Дошло дело и до эстетической составляющей. Косметический ремонт площадей общего пользования. Компании-поставщики интернет-услуг после обращения оперативно предприняли меры по сборке протянутых линий передач в специальные короба. Советом дома вместе с подрядчиком было утверждено цветовое и стилистическое решение согласно предпочтениям жильцов. После составления сметы подрядчик приступил к выполнению работ. Вообще на ремонт подъезда согласно договору дают месяц. Обычно мы укладываемся раньше. Есть определенные моменты в части согласования, допустим, дизайн проекта, цветовой гаммы. Дело в том, что это наш не первый подъезд, но где активные жители, там, конечно, быстрее все получается. В данном случае здесь очень активные собственники оказались и помогли нам выбрать цвет. Соответственно, мы организовали визуально, как все будет это выглядеть. Им очень понравилось и мы приступили к работе. Ну, сначала, соответственно, мы убираем то, что необходимо со стен, замываем побелочный слой, убираем то, что отваливается, грунтуем, соответственно, потом штукатурим, шпаклюем, затираем, подготавливаем поверхность покраски, опять повторно грунтуем, потом наносим первый слой, второй слой, потом наносятся декоративные какие-то вещи. Проделанная работа теперь подлежит приемке. Следующим, в очереди на ремонт, стоит соседний подъезд того же дома. За прошедший год управляющей компанией было выполнено порядка 50 отделочных работ в подъездах города. Сотрудники УФАС рассмотрели дело о повышении цен на проезд из областного центра в аэропорт. Летом прошлого года работники Магадан Авто рассказали, что осенью стоимость увеличится на 7-8%. Если до октября билет на автобус можно было купить за 130 рублей, то после за 170. Кроме того, дороже стал проезд по промежуточным маршрутам. От аэропорта до поселка Сокол, от поселка Сокол до поселка Упта, там уже стоимость выросла в разы. Например, с 6 рублей до 20 рублей, это, в общем-то, если люди постоянно пользуются этим маршрутом, довольно существенно. Но и сама стоимость, почему рост ее произошел. То есть с 2012 года у нас произошло дерегулирование тарифов на данную категорию услуг. То есть если ранее эти тарифы устанавливались государством и правильность их установления проверялась государством, то с 2012 года предприятие самостоятельно устанавливает цену на эту услугу. Значит, и в 2019 году организация, которая осуществляет перевозки по данному направлению, увеличила стоимость одного пассажира километра, ну и, собственно говоря, подняла стоимость на свои услуги. Но за 7 лет увеличение стоимости, там, примерно на 10%, в общем-то, это вполне разумно. Но предприятие повторно повышает стоимость на свои услуги уже в январе 2020 года, а затем в октябре 2020 года. Общий рост цен на услугу за год почти 30%. А это, уверяют сотрудники антимонопольной службы, уже чрезмерное повышение. После того, как надзорное ведомство рассмотрело дело, Магадан Авто снизило стоимость проезда. Продолжение следует...